Постоянные усиления античита, контроль не только со стороны клиента, но и со стороны сервера, постоянное наблюдение, большое количество возможностей репорта, плюс работа службы поддержки и даже баны по железу. Видимо, ничего это не помогает против людей, которые так или иначе хотят читерить, и они все равно остаются, при том их число только растет. С вами Ирокес, и сегодня мы обсудим, ну не совсем, наверное, приятную новость, хотя и в ней есть проблеск света, а заключается она в том, что за последнюю неделю количество заблокированных аккаунтов именно за вредоносный софт и за использование сторонних программ в игре PlayerUnknown's Battlegrounds достигло рекордной отметки практически 200 тысяч аккаунтов. Представляете, это всего лишь за неделю. Если быть точным, то это 192 671 учетная запись, и все они уже отлетели в перманентный бан, ну и туда им, в принципе, дорога. И почему же количество читеров все растет, при условии, что наоборот, все больше мер принимается против них? Да, видимо, потому, что игрой как-то перестали заниматься в момент новогодних праздников. Может быть, Брэндон отдыхает, может быть, идеи кончились, может быть, реализуют что-то крупное, и нам пока не говорят. Но дело в том, что мне кажется, людям просто становится скучно, и они хоть и чувствуют, да, свою наказанность, то, что их рано или поздно забанят, они все равно забивают на это, потому что, ну, играть просто, по-честному, порядочно им тупо надоедает, из-за того, что в игре ничего не меняется. Ну, для сравнения, патч номер 24 вышел, по-моему, 19 декабря, если я не ошибаюсь. С этого момента уже прошел практически месяц, и до сих пор FPS не подняли, не починили. У меня до сих пор залагивает меню, притом практически после каждой игры. Это тоже настоящая жесть, но и после такого отношения от разработчиков, я думаю, какие-то игроки, которые были склонны к нечестной игре, сказали, да пошли вы нахер, я ухожу с этой игры, но уйду как бы красиво, да. И получается, что, используя читы, так полностью блокируют свой аккаунт. По-моему, конечно же, наитупейший способ ухода, но я очень много раз слышал такие рассуждения от игроков. Ну и вот вам конкретный пример. Например, сегодня, 16 января, было проведено техобслуживание в течение 4,5 часов на основных серверах, и что бы вы думали, изменилось? Да, ничего. Все как было, так, в принципе, и осталось. Что, конечно же, не может радовать. Но есть и приятные моменты, то, что это как бы общее количество забаненных аккаунтов, и есть отдельная статистика по русскоязычным. И оказывается, что наши ребята выше того, чтобы читырить, потому что от общего числа практически 200 тысяч аккаунтов, наших всего лишь 1273. Чтобы вы понимали, это составляет 0,6% то есть это меньше процента от общего количества читеров являются русскоязычные игроки. И вот здесь действительно приятно, потому что каждый раз, когда, например, я делаю ролик о том, что некоторых про-игроков забанили за читы, там есть русскоязычные, все говорят, вот, ну понятно, чего и следовало ждать от наших, бла-бла-бла, рашка, вся херня и прочие вот такие вот дебильные комментарии. Но, как вы видите, вы абсолютно не правы, дорогие мои друзья. Наши ребята читырят, ну, я не могу сказать меньше всех, потому что статистика совершенно, ну, не полная, и у нас есть только общая статистика и статистика русскоязычных игроков. Но, тем не менее, 0,6% от общего количества, ну, блин, ребят, это уж точно один из самых низких показателей. И говорить о том, что на ру-серверах очень много читеров, что они прям заполонили эту игру и не дают играть, ну, видимо, просто не стоит. Может быть, вам это кажется, стоит просто повнимательнее смотреть. Может, этот человек действительно играет честно. Поэтому, если вдруг вы где-то играете на других серверах, особенно на азиатском, то я думаю, да, там вы можете периодически сталкиваться с читаками. Но, если вы подключите VPN и как-то попадете на ру-сервера, казалось бы, да, вот, когда я буду пиарить ру-сервера, ну, видимо, сейчас тот самый момент, то вы от читеров просто, ну, не то чтобы избавитесь, но будете их встречать очень-очень редко, что довольно-таки, на мой взгляд, приятно. Но еще один важный аспект, который я считаю нужным рассказать, это то, что, как вообще, в принципе, бороться с читерами, потому что репорты далеко не всегда работают. У меня бывает частенько, что я накидываю репорта в человеку, и его не банят. Бывает, что и банят. И прикол в том, что вот, когда вы уверены, что это 100% читак, вы кинули репорт, смотрите несколько дней, и ничего не произошло, то вы можете также зайти в запись с этим читером, если хотите его наказать. Предварительно сохраните ее. Снимите небольшой какой-то ролик и напишите в PUBG Support. Они там действительно отвечают. Я был очень сильно удивлен. Чтобы вы понимали, я им написал позавчера. Прикол в том, что я там пожаловался на некоторых игроков, то, что они мешают мне играть и нарушают правила сообщества. Там у меня попросили какие-то доказательства, ответили через день, то есть довольно-таки оперативно. Я все эти доказательства предоставил, и сегодня, заходя с утра, я вижу табличку, что данный игрок, на которого я писал жалобу, был забанен пока что временно для более детального разбирательства. Ну, естественно, после этого разбирательства он уже, ну, видимо, будет забанен перманентно. Так что это очень приятно. И я знаю, что теперь нечестный игрок наказан. Так что если вы тоже хотите примерно такие же вещи проделывать, то пишите в саппорт, если на ваши репорты не реагируют. Естественно, ссылку на службу поддержки я вам оставлю в описании. И если вы спросите у меня, то я писал на английском языке. Там есть русскоязычная поддержка, но мне кажется, что она отвечает как раз-таки гораздо дольше, нежели чем англоязычная. Поэтому если вы хотите более такого хорошего и качественного ответа в более короткие сроки, то советую писать на английском. Если же вы не владеете английским языком, то ничего страшного. Google Переводчик вам все сделает, вас так или иначе поймут. Поэтому не стесняйтесь, пишите и там вам, я думаю, все ответит. Притом мне даже ответила дама. Ну и также кто-то может сказать, что общее количество читеров выросло только лишь из-за того, что поднялся онлайн паб. Да, онлайн поднялся, но там вообще незначительно. То есть он сейчас примерно топится на месте. Небольшая положительная динамика есть, но она совершенно незаметная, поэтому вряд ли. И хоть количество читеров в общем и растет, но я думаю, что с нашими с вами усилиями мы же не будем сидеть на месте, будем также их репортить, искоренять, просто не давать им проходу. И я думаю, что так или иначе, рано или поздно их количество уменьшится. Хотя бы мне хотелось в это верить. Ну а на этом все. Если видео вам понравилось, вы можете поставить лайк и подписаться на канал. Также напишите в комментариях, как часто вы встречаете читайков, на каком сервере вы играете. Если на ру-сервере, то повторюсь, вполне вероятно, что вам больше кажется, нежели чем это настоящие действительно нечестные игроки. Ну, по крайней мере, так говорит статистика. Ну и в принципе, может быть, кто-то из комментаторов сам пользуется читами. Тогда ты мудак и отпишись от канала. Ты мне здесь не нужен. Ну и желаю вам побольше хороших каток с честными соперниками. Ну и до новых встреч! А следующее видео уже совсем скоро. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!